Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Григорян Азат Артёмович. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 8 декабря 2009 года. Часть пятая. Но передовые части уже прошли. А это 40 тысяч во главе с генералами. Их командир знал, что ему грозит расстрел за парламентёров. И вот в это время, как мы выскочили, началась стрельба. Информации нет. Смотрю, машины наши уже подошли. Ведь штаб бригады был полностью моторизированным. «Всё, мы выносим сейф и документацию, знамя. И за каких-нибудь 10 минут мы двинулись дальше. А куда? Я-то солдат откуда знал? Едем, выехали почти за город. Я не пойму до сих пор, как так получилось. Но под нами была железная дорога. Высота от моста до неё метров 10-15, не больше. И длина моста небольшая, метров 20. Проехали его, и вдруг с той стороны бежит пехота, человек 30-40. Их окликнули. Что такое? Немцы идут. Огромная колонна. Их тысячи. Тогда вперёд выходит наш командир бригады и говорит. Ну, кто из вас хоть немного нетрусливый, а то мы за 40 немцами бегать не будем. «Нет», — спокойно ответил кто-то из стрелков. «Колонна немцев действительно очень большая. Мы еле оторвались от них. Двое легли. Видимо, они погибли. А мы вот оторвались в итоге». Павлов подумал, что делать. Потом приказал немедленно из машин вытащить документацию, особенно секретную. И всё ценное. Всё сделали очень быстро. Пошла перекличка. Нас оказалось всего человек 70, не больше. Офицеры, машинистки и наш взвод — 30 человек. Тогда мы пошли к мосту быстрым темпом и уже слышим топот огромной массы людей. Видимо, метров 100-150 от нас. Комбриг приказывает. Немедленно занятие барона впереди моста. И за мостом. Сашка Шалохин мне говорит, давай здесь будем впереди моста. Да ты с ума сошёл? Какое впереди моста? Но он же на 4 года моложе меня, наш сын полка, поэтому ему объясняют. Ни в коем случае немедленно за мост идём. И ещё дальше. И мы легли около каменного указателя пути по обе стороны дороги. Их там было два. Лежим. Топот, топот, топот. И вдруг абсолютная тишина. Никто не стреляет. У нас всё готово. А колонна стоит в 40 метрах от моста. И что характерно, это была ночь с 12 на 13 февраля 1945 года. Вдруг раздался крик «Ура!». Мы думаем, ёлки зелёные, тут немцы и вдруг такой крик. Но там, видимо, были власовцы. Крик и шум подняли, гранаты бросили. Но мы не бежим. Они хотели психологически нас взять, чтобы мы побежали, как та пехота. Но никаких. Мы не только не побежали, но и открыли огонь на поражение прямо море огня. Видно всё чётко, белый снег кругом. Хотя луны не было, и пасмурная погода была. Температура 1-2 градуса мороза, но всё равно всё видно. И опять абсолютная тишина. Минуты две прошло, то же самое повторилось. Но теперь пошли немцы напролом. Мы стреляем, но я вижу, что уже наши вцепились с немцами в рукопашную. Несколько человек упало вниз. Кстати, упал вниз и замначштаба подполковник Александров. Потом он, как ни удивительно, жив остался. Мы дрогнули, такая огромная масса, отступаем. Побежали назад метров 200. Вообще, представьте себе, идёт дорога, а сверху косогор небольшой. И чувствуется, что там дома, это были дачи. И тогда командир бригады приказал немедленно принять вправо и засесть в дачных участках. Нас-то была горстка, а как позднее мы узнали, на нас шла колонна в 2000 человек. Какие умные были наши командиры, приказал комбриг, не стрелять. Он знал, что немцы уже двигаются туда, где их ждут. Видимо, по рации ему сообщили. И тут же добавил находившемуся неподалёку мне и Юрке Поплавскому. Ребята, быстренько снимите знамя, а древко выбросьте. Мы раз-раз и всё сняли, древко куда-то отбросили. Панчевский же взял знамя и обернулся им вокруг живота. И говорит, вот теперь я спокоен за знамя. Через 10 минут топот прекратился, а уже 5 часов утра, февраль, ещё не светает. И вдруг где-то полшестого мы услышали такой грохот, такие взрывы. Я даже подумал, что же могло так взорваться. Потом мы услышали и поняли, что Катюша бьют. И когда в 6 утра уже светало, комбриг говорит, спускайся вниз. Всё, покончено с немцами. Выходим. Быстренько шофера побежали за машинами. Кстати, всё было цело. Ждали мы. Они подогнали машины. Видимо, немцам было не до того, и они ничего не испортили. И тут оказалось, что один наш старший лейтенант спал в машине, в кузове. Машина была закрытая. И, представляете, всё проспал бы. Но тут один немец, видимо, из колонны, начал шарить и увидел, что лежит офицер. Сразу ему сказал. «Афштейн!» То есть встать. В итоге в кузов залезли два немца. Нас старший лейтенант слихорадочно соображает, что же делать. И он немного немецкий знал и говорит им. «Но на что вы рассчитываете? Вас ведь всё равно разобьют. Давайте-ка сдавайтесь в плен, а я вас приведу к своим. Я даю слово офицеру, что вы станете пленными. Но только сейчас же сдавайте мне оружие. Представляете, тогда немцы сдали ему оружие, колонна прошла, он же их взял и привёл к нам». Александрова, к счастью, не было. Тот был очень жестоким, если только узнает, что эсэсовца привели. Сразу расстрелять требует. «Привёл к начальнику особого отдела, полковнику, немцев сразу в военно-пленные. А вот старшего лейтенанта три дня таскали. Он уже и не рад был, что привёл их. Все подозревали, что это такое. Как это он немцев привёл, может, он сам шпионом стал. Вдруг завербовали. В то время вообще до дикости доходило. Но в итоге его отпустили, конечно же. Наш комбриг Павлов и полковник Сипонидин своих не сдавали. Мы сели на машину и поехали. Вдруг машины остановились, наш шофёр сбегал и выяснил, что проехать невозможно. В чём дело? Оказалось, что по немецкой колонне ударили два дивизиона «Катюш», и вся колонна превратилась в месиво. Это был кошмар. Я своими глазами видел вот то, что было. Тут был лесочек такой. Видимо, они пытались с нём спрятаться, но их и там залпы накрыли. Короче, проехать было невозможно. Мороз 2-3 градуса, тела уже начали подмерзать, мы освобождали от трупов дорогу. Сколько в живых от них осталось? Я не знаю. Пехота, видимо, в плен взяла. Вот это мне запомнилось. Было уже 13 февраля. И мы услышали по радио, приказ Сталин о том, что Будапешт освобождён. Голос Левитана. А потом нам стало известно. Человек 70 во главе с генералом всё-таки прорвались. Но что такое 70 против 40 тысяч? Из них 10 тысяч мы взяли в плен. После Будапешта наш взвод перевели обратно в батальон, и всех нас направили на Секеш-Фехервар. Дело было в том, что во время боёв немцы повторно ворвались в этот город, и наш госпиталь не успел уйти. Около 100 раненых и весь медицинский персонал был вырезан. Ну, две армии, фашистская и наша. Но где же милосердие? Как же можно было, какими зверюгами надо быть, чтобы уничтожить госпиталь и расстрелять там всех? И вот мы подходим к этому городу. В это время немцы начали очень серьёзные танковые наступления. Целая армия танковая была у них прямо перед городом. Они давили очень сильно, и наши начали отступать. Ёлки зелёные. Что делать и как быть? Немцы очень сильно прорвались. Им оставалось до Дуная 30-40 километров. Если дойдут, то весь фронт будет окружён. Поэтому сопротивление наше было мощным. Все заняли оборону, а наша бригада была брошена на передовую, чтобы не дать немецким танкам пройти. И что мы делали? Видим передний край немцев, до него 200-300 метров. Тогда ночью вся рота, каждый сапёр, берёт по две немецкие противотанковые мины. Не хватало мин, мы таскали ящики столом. Копаем, зарываем без всякой схемы, без ничего и даже карт не делаем. По фронту ясно, а в глубину метров на 50, не меньше. И всё за одну ночь. Как всё заминировали, что удивительно, противопехотные мины мы не ставили. Тогда я не мог понять причины. Теперь же понимаю, как всё продумывали. Немцы высылали танки. Мы отбиваем, потом опять пойдём в контратаку сами. И что бы мы делали с нашими собственными минами? Это серьёзная вещь. Сами же подорвёмся. И вот подошли немцы, а наши окопы, казалось бы, так близко. Всего 200-300 метров. И в глубину ещё до километра. Мы и пехота. Пушки стоят на прямой наводку. 76 миллиметров уже были, но в образца мощные. 45-миллиметровки уже к тому времени отпали. Некоторые танки были закопаны. И началось знаменитое Болотонское сражение. Немецкие танки пошли. Но знаете, такое у нас было настроение. Страха не было никакого. Все понимали, что уже 1945 год наши под Берлином стоят. Зиелловские высоты видны. И вот тут немцам дали. Немецкие танки не могли пройти. Подрывались на наших минах, а потом ударила наша авиация. Она господствовала полностью. Наши штурмовики так пикировали на немецкие танки и пехоту в таком количестве, что на земле разверстся ад кромешный. Мы счастливы были. Смотрели на все это, а сами находились чуть дальше от передовой. Готовы были контратаковать. У нас, как всегда, гранаты. Одна висела у меня на поясе. И автоматы. В этот день мой взвод не получил противотанковые. Но вроде в два взвода получили противотанковые. Они сидели в окопах. И если только танк подошел к ним, то они пропускали его и сзади били или бросали прямо под гусеницы. Это было очень непросто, потому что противотанковые гранаты, они ведь мгновенного взрыва. То есть, пока она летит, ты должен успеть лечь или юркнуть обратно в окоп. Тут мы сделали интересную вещь. Вырыли один окоп и в метрах 50 другой окоп. Был такой тонкий канат. Привязали две мины на каждой стороне каната. И я мог дернуть себе или мой товарищ в соседнем окопе. И как только один танк прорывался, мы подтягивали мину ему под гусеницу. Это был Мелитопольский опыт, как мне рассказывали ветераны бригады из моего отделения. Тогда наши впервые из подвалов применили такую тактику. Остановили немцев. У них были такие огромные потери, что страшно. Появились потом наши танки. Авиация безраздельно господствовала в воздухе. Немцы отступали до секи Шфехервара, где окопались капитально. Я очень хорошо помню, как к нам пришел командир взвода и сказал. Тут требует командир стрелкового полка от саперов представителя, чтобы он был у него под рукой. Кого же послать? Нужен грамотный человек, подойдет только командир отделения. Короче, Григорян, иди. Да что такое? Мое отделение пойдет. Я же командир. Ничего. Отделение я беру на себя, а ты иди. Найдешь с командиром общий язык. Я тебя знаю. Пошел я. Сутки я был возле комполка. Был он по званию майор, фамилию не помню. Штаб его в окопах, там такое хорошее оборудование. Я сидел от него в десяти метрах. Меня представили как сапера из шестидесятого батальона двенадцатой штурмовой инженерно-саперной бригады. Он окинул меня взглядом и проговорил. А, сапер, там уже разминирование идет. Свои саперы и ваши стараются. Была небольшая возвышенность, на ней окопы и полк там засел. Командир полка работал очень четко, без шума. Телефоны там и рация постоянно говорил. Так, что в этом доме? Что с этой кирхой? Там пулемет, я слышу, как ему отвечают. Так сделайте что-нибудь. Уже сколько раз стреляли, но никак не можем попасть из пушки. Снаряд мимо пролетает и все. Тогда снайперов посадить дома. И вот так четко шел штурм города. Рано утром, изучив немецкие позиции, начался штурм. Саперы перед этим все разминировали, доложили ему, что минные поля немецкие полностью сняты. Артподготовка длилась всего один час. Для того времени уже короткая подготовка. Но была очень мощная. И пехота пошла. Вдруг комполка докладывают. Ворвались в город. Хорошо. Немедленно ликвидировать очаги сопротивления. Будьте внимательны. И тут докладывают по телефону, что командир одного из батальонов подорвался на мине. Командир полка аж вскипел весь. Как на мине? Да, оторвало руку. Он на меня смотрит. Что такое? Чей это участок? Товарищ майор, отвечая ему спокойно, как на мине, если оторвало руку? Прошу вас, надо разобраться. У нас ведь обычно наступает на мину, как правило. Правда? Задумался он. И говорит трубку. Ну-ка разберитесь, что там такое. Наконец, через минут двадцать ему докладывают, что не на мине, а снаряд разорвался. Тогда он повернулся ко мне и говорит. Спасибо, сапер. И наши пошли. Штаб двинулся за ними. Причем мы шли пешком, даже командир полка. Город уже взят, там небольшие бои продолжались. Но немцы уже бежали. У них потери были огромные. В наших частях намного меньше. Потому что наша и авиация, и артиллерия имела громадное превосходство над немецкой. Кончилось то время, когда мы пригибались к земле. Вели человек пятьдесят немцев. Я помню, командир полка приказал. Немедленно разобраться, все ли немцы. Есть ли среди них власовцы. Нашли одного. И тут же майор приказал его расстрелять. Приказ был выполнен немедленно. Я, например, считаю, что мы не брали в плен власовцев, если он сдавался. Были такие случаи, хотя я их сам глазами не видел, но говорили, что вот там власовец сдался. Таких не расстреливали. Потому что туда попадали по-всякому. Но если он дрался, а мы его пленили, то таких мы не щадили и расстреливали. По крайней мере, я не видел, чтобы какого-нибудь власовца пожалели. После Секеш-Фехервара нас бросили подвес прям. Походными колоннами немцы удирают на машинах, а мы снова пешком их догоняем. Повозки проносятся, машины, но мы топаем пешком. Танки шли впереди нас, входили в прорыв. В качестве десанта нас не использовали. Там сидела наша пехота со своими же полковыми саперами. И пошли. А немцы отступали очень крепко, здорово. Вот уже март, а мы были в Австрии, стали подходить к Вене. Сказать, что немцы здорово сопротивлялись, нет. Но бои были. В боях за взятие Вены принимали участие два наших батальона в качестве танкового десанта, 57-й и 59-й. А наш 60-й шел во втором эшелоне. Мы даже не понадобились. Ведь наш опыт был уже колоссальный, а у немцев под конец дрались мальчишки из Гитлер-Юганта и 50-ти, 55-ти летние старики. Ведь потери немцы за войну понесли огромные. Несколько человек из саперов погибли, но мы захватили Вену 13 апреля. И хоронили их с почестями. У меня осталось даже фото. Там погибло три человека. Как бы вы оценили командира вашей роты Ярошевского? Грамотный и хороший офицер. Помню, перед тем, как снег пошел на Сиваше, лежим мы с Юркой в окопе, греемся. И вдруг я чего-то рано утром проснулся, открываю блиндаж, там окоп Ярошевского, смотрю, там вместе с ним спала старший лейтенант, женщина-врач. Понимаешь, я тут же закрылся и молчал. Хотя мы уже знали, что у них роман. И когда через 40 лет в Мелитополь приехали все ветераны бригады, я уже полковник, в это время находился в Хмельницком. И буквально перед встречей жена сообщила, так что я прибыл в форме, не успел переодеться. И мы поехали в театр. Я пришел и сел, и тут Шурик подбежал, закричал. Григорян пришел. Юрка Поплавский кидается ко мне, и тут поворачивается та самая женщина-врач, я ее моментально узнал. Говорю ей, а я вас знаю. Да, очень сильно удивилась она. Вы меня помните? Это мой муж. Да, я знаю, товарищ командир роты. Он поворачивается и спрашивает меня, ты что, помнишь меня? А как же? И рассказывая им, как обнаружил в окопе, когда они лежали вместе, грелись. Хохота у окружающих, а Ярошевский смеется и спрашивает. Так что же, вы сорок лет молчали? А как же? Отвечаю ему. Женился он на ней. Он был года на 4-5 старше меня, а на года на 3. Так что на войне и любовь была, оказывается. Оказывали ли саперам помощь снайперы? А как же? К примеру, на Сиваше будущая жена надштаба бригады Борисова Валя, пока мы 3 месяца стояли, она там многих немцев подстрелила, за что получила орден Красной Звезды и орден Красного Знамени. Но самую большую помощь снайперы нам оказали во время штурма Сапун-горы. Они снимали немецких пулеметчиков, а также наблюдателей у стереотруб и артиллеристов-корректировщиков, которые сидели в блиндажах на переднем крае обороны. Были ли в вашем батальоне рации? Да, обязательно. Наш же батальон был отдельным, связь у комбата была с командиром бригады и с командиром той стрелковой части, которой мы могли быть приданы. А вот ротные или взводные получали приказ в основном через Вестового, а когда стоим в обороне, то по телефону. При этом существовало определенное время, когда связист входил в связь. Он включал рацию на 2 минуты каждый час и давал команду, что он на связи. И если есть указания, он их получал, нет, отключался. Если срочно, то бывало, использовали телефон, а если нет связи, то Вестовой приходил. Я это видел, как наш взвод сделали знаменитым. Сталкивались ли вы с собаками-миноискателями? Да, такие части были. Правда, в нашей бригаде их не было. Были специальные отдельные роты, которые приходили на передовую. Я один раз видел, как они мимо нас прошли со своими собаками. Признаюсь, тогда у меня было одно чувство. Жаль было собак. Это ведь смертники были. Причем только овчарки. Других пород я не видел. Стояли ли в вашем взводе на вооружении ручные пулеметы и ПТР? В моем отделении не было. А вот во взводе был один ручной пулемет. Но нам больше и не надо было. Хотя он был, ну, очень полезен при защите группы, отправившейся для разминирования переднего края противника или подрыва проволочных заграждений. Вот ПТР во взводе не было. Только в роте. По-моему, в первом взводе одно такое ружье было. Возможно, по штату и полагалось больше, но у нас было одно. А вот пулемет был в каждом взводе. Пулеметчик нам в случае засады, которые могли устроить немцы, здорово помогал. Прикрывал очередями отступление. Где находились огнеметчики в бою? Они начинали атаку во время штурмовки в Будапеште. Я видел один раз, как они выкуривали фашистов из подвалов. Огнемет — это потрясающая вещь. Мы прикрывали их обязательно, и пехоту мы тоже просили помочь. Они же давали огонь, подползали, прячась, два человека. Как правило, они действовали на 25-30 метров. Вообще-то струя из нашего огнемета достигала 40 метров. Но такое расстояние использовали редко. Чтобы поразить противника наверняка, нужно было подползти поближе, лучше всего метров на 15. Вот они давали в подвал струю. Наши, когда я видел, успели дать вторую струей и на первый этаж, и тут же уходили. Потому что, как правило, здание после этого ужасно горело. Огнеметчики особенно сильно помогали в городских боях, когда к зданию можно было подползти, а гарнизон на первом этаже и в подвале был сильным. Они нам сильно помогали в Будапеште. Ребята в моем отделении рассказывали, что и в Мелитополе они очень пригодились, где есть укрытие и можно подползти. И на Сапун-горе они тоже активно участвовали, но там было очень трудно прикрывать огнеметчиков, ведь со всех сторон стреляли немцы. Но когда уже ничего невозможно сделать, то высылали огнеметчиков. Для обороняющихся в Доте или Зоте одна струя из огнемета означала верную гибель. Так что главное ему было подползти к укрепточке, после же дачи струи он сразу уходил, потому что бой идет серьезный, а для огнемета попадание пули довольно опасно, может быть взрыв. Что представляло собой отделение питания в Роте? Я помню свою Роту, у нас был старшина, великолепная личность, он же был ротным порторгом, небольшого роста коренастый русский мужик, прекрасный, душевный человек. Он так заботился о нашем питании в лучшие времена, когда мы были за границей. Он стремился кормить нас не два раза, что было, как правило, на фронте, а три раза. Он как-то иногда умудрялся. Как только время готовить, он подходил к командиру Рота и говорил, мне надо два-три человека, я достал свежую картошку, надо чистить. И тут же ему без всякого выделяли людей. У него постоянными подчиненными были только повар и ездовой, а если машину подавали, значит шофер. И все, у нас экономили людей сильно, тылы были минимальные. Мы же саперы, люди нужны на передовой. Как кормили в пулеметчиках и саперах? В пулеметчиках, так же, как и в пехоте, ничем не отличалось. А вот когда я попал в саперы, кормили немножечко лучше. Во-первых, в свое время надавали, даже иногда шоколад получали, но его уже в Венгрии начали давать. Как были организованы штурмовые группы в Будапеште? Я знаю, что была группа подрыва, которая отвечала за взрыв здания. Потом отделение целое вместе с огнеметчиками. Они отвечали за штурм зданий, к которым было трудно подобраться. Мы очень берегли людей. Когда мы подходили к Будапешту, командир роты собрал всех командиров взводов. Я находился недалеко и слышал, как он говорил. Вот наш район штурма в городе. Немедленно изучить, где расположены минные поля и какие укрепления. И мне доложить, причем сделать карту с нанесением всех укреплений я должен доложить комбату. То есть наши командиры уже имели всю необходимую информацию, знали, кого и куда направить. Вот мое отделение входило в группу, которая отвечала за следующее. Если где-то между зданиями немцы сделали дзот, мы ночью должны были разминировать участок перед дзотом, а потом днем говорили нашим пехотинцам. Они подводили сорокапятку и на прямой наводке уничтожали дзоты. 45-мм снарядов вполне хватало. И вот я был удивлен, что когда подвели мощные 203-мм орудия, то они плохо брали Королевский дворец. Вы не могли бы поподробнее рассказать о тех хитростях, которые использовались саперами вашего батальона при штурме Мелитополя? Конечно. Сам я, естественно, не участвовал, но мне все подробности рассказали товарищи из отделения. При штурме города в 60-м батальоне столкнулись с трудностями, особенно в продвижении внутрь, так как немцы активно использовали в городских боях свои танки и штурмовые орудия. Тогда рядовой сапер Сосин придумал такой способ. Находясь в подвале на одной стороне улицы, а на другой в таком же подвале сидел его друг. Они тянули веревку с привязанной к ней миной. И стоило только танку появиться на улице, как они подтягивали мину под гусеницу, танк подрывался. Таким способом Сосин подбил 8 танков противника, за что получил звание Героя Советского Союза. И вот этот способ использовала уже вся бригада во время Болотонского сражения. Использовали ли вы во время штурма термитные шары или дымовые шашки? Дымовые шашки – да, термитные шары – нет. Мне кажется, нам удобно было, когда мы закрывали немцам глаза дымом, а сами раз и прорывались в здание. А до дыма мы внимательно приглядывались, где и какие немецкие позиции расположены. Вот бутылки с зажигательной смесью мы использовали только против танков под Болотоном и ранее под Мелитополем. В городских же условиях удобнее всего было с помощью бутылок подбивать немецкие самоходки. Они были не очень подвижны у немцев, всегда пятились назад, боясь подставить бок свой. Были ли отчислены весной 1944 года бойцы старше 40 лет? Нет, у нас такого не было. Хотя, к примеру, Ивкин из нашей роты был призван в 1941 году. Ему было 52 года, но его не отчислили. Он сам не хотел уходить. И медкомиссий, которые проверяли бы нас на годность, тоже не было ни разу. Предлагали ли вам заменить автомат ППШ на ППС? Нет, да я бы и не согласился. Мы все с ППШ ходили. Были у вас в саперах финки? Были, причем очень часто трофейные немецкие. У половины наших ребят такие были. Вот у меня была немецкая финка, она была очень хорошая. Немецкими было удобно консервы открывать, только провел и все, банка открыта. А как выглядела финка отечественного производства, я даже не помню. Передавали ли вам трофейные фаустпатроны? Мы видели их. Они постоянно валялись на передовой, как только перейдем передний край немцев. Но мы их не использовали. Не знаю, но я вам прямо скажу. Для того, чтобы его эффектно применить, надо было, чтобы танк был близко, или со второго и третьего этажа стрелять. Мы же штурмовали здания, а не обороняли их. Была ли у вас такая традиция носить одновременно с гимнастеркой широкие камуфлированные штаны от маскировочного костюма вместо обычных галифе? Нет. Начиная с яско-кишиневской операции, все подразделение получило камуфляж. Правда, он был тонкий, немецкий покрепче и потолще был. Но ничего. Приспособились. Я был весь в камуфляже. Единственное, что пилотка у меня была старая, однотонная. И топориков на петлицах никаких у нас не было. Также и погон был чистый. Топорики на них появились уже после войны. В городах сталкивались ли со случаями минирование немцами входных дверей. Да, в Будапеште было два случая, когда вдруг начали стрелять мы по зданиям, и тут произошел взрыв дверей. Тогда взводный нам сразу сказал, все, ребята, осторожно, двери будут заминированы. И после этого не было случая, чтобы кто-нибудь подрывался, потому что мы обязательно открывали стрельбу, или солдата с ПТР приглашали из первого взвода. Он бил по двери, и если была мина, то сразу взрыв происходил. В декабре 1944 года была введена должность помощника начальника политотдела бригады по комсомолу. Ваша работа как секретаря комсомольской организации роты претерпела какие-то изменения? Я помню его. Это был лейтенант Казарян, земляк мой, высокого роста, типичный армянин, с орлиным носом, с муглой такой. Мы уже были в Болгарии, и я узнал, что он помощник начальника политотдела по комсомолу. Но затем его прислали секретарем комсомольской организации нашего батальона. Нас, армян, было во всем батальоне два или три человека. Как он узнал, что я комсорг роты, познакомился со мной, спросил, какое у меня образование. Сам он закончил армянский вуз. Был 1920 года рождения и изумился, увидев, что у меня есть книжка протоколов комсомольских собраний. Прочитал и сказал, слушай, ты такой грамотный, молодец, вот надо провести комсомольское собрание роты. По какому вопросу? О стойкости сапера в бою. Хорошо. Сами понимаете, какая это тема для фронтовика. Я спрашиваю, а кто сделает доклад? Я сделаю. Понимаете, пусть лучше командир роты сделает доклад, а вы выступите. Молодец, как ты правильно сказал. Мы провели прекрасные собрания. Я сам даже не ожидал, солдаты столько выступали. Я все это записывал. И он взял мой протокол с собой, и больше я своей книги не видел. Видимо, он докладывал в бригаду, и пошло все это дальше, мол, какую работу проводили. Он был интересным человеком. Пули щадили его, не был ранен. После войны мы прибыли в Грузию. Представляете, он узнал, что я в Ахалцихе, а тут формировалась группа на автомашинах. Мы должны были поехать в мой город, там леса кругом, и привезти бревна и доски. Они были нужны для того, чтобы мы на окраине города Мцхета, на реках Арагви и Кура, который бессмертил в своих стихах Лермонтов, около знаменитого монастыря могли построить городок военный для всей 12-й штурмовой бригады. Мы же пока только начали окапываться и жили в землянках. Я сам из города, и тут узнал, что моя мама умерла, и когда я на машине подъехал, увидел, что мамы нет, то расплакался, хотя я на фронте никогда не плакал. И вот Казарян, узнав о моем горе, сказал, не надо работать, иди в школу свою, встречайся с друзьями. Я в форме, у меня на груди медали, орден красной звезды, младший сержант. Я пошел в школу, потом встретился с девчонками, на два года моложе меня. Они были в 10-м классе, а потом с друзьями иду по городу, стою себе, и тут проходит патруль, ведь все происходило сразу же после войны. Такой же, как я, младший сержант и двое патрульных, проходит мимо, только останавливается сержант и говорит мне, вы почему честь не отдаете? А почему я должен вам отдавать честь? Вы младший сержант, как и я, я фронтовик, а вот у вас я ни орденов, ни медали не вижу. Ах, ты еще и разговариваешь и обращается к своим солдатам. Взять его. Схватили меня, слушайте, повели в комендатуру и прямо на гауптвахту посадили. Но город же небольшой, всего 20 тысяч населения. И вскоре весь город облетела весть, что приехавшего с фронта Григоряна, у которого мать умерла, взяли и посадили на гауптвахту. Человек 150 собралось возле здания комендатуры, начальник ее был уже и не рад, прискакивает ко мне прямо на гауптвахту и кричит, кто твой начальник, где он? Старший лейтенант Казарян, мы приехали на заготовку, досок и бревен. Сразу вызвали Казаряна, а в толпе был фронтовик без ноги, всю войну прошел, пришел прямо с культей, трясет палкой, и я слышу, как он кричит, мы сейчас разгромим всю вашу комендатуру, как вы могли так поступить с фронтовиком? Казарян пришел, меня сразу привели к коменданту, тот спрашивает, в чем дело, почему вас арестовали? Я рассказал, как все было, комендант очень удивился и вызвал младшего сержанта. Тот приходит, его комендант спрашивает, на каком основании был задержан этот человек, указывать на меня. А он не хотел идти. Хорошо, тогда почему-то задержал его. А как же, он там стоял, облокотился так вольно. Вид мой ему, видите ли, не понравился. Я тут не выдержал и спрашиваю его, слушай, ты воевал? Не пришлось. Какого года рождения? 1925-го, то есть моего возраста, и тут я рассвилипел. Как же ты умудрился? И как пошел на него? Ведь я дважды был ранен, прошел пол Европы, а этот человек, сидевший в тылу, меня арестовывает, вы понимаете? Он стоял такой красный, комендант ему говорит, иди с моих глаз долой, все, с тобой будем решать еще. После этого он обратился к Казаряну. Ну, извини меня, ты видишь, какие у меня бывают люди. Ну, давай, младший сержант, пожал мне руку, хороший комендант, порядочный нам попался. Когда я вышел, ведь в городе было 80% армян, какой был гром аплодисментов, мне до слез приятно с этим безногим познакомиться, к несчастью фамилию позабыл, мы к нему домой пошли. Я его позже навещал, когда с женой приезжал в Ереван, будучи уже подполковником. Это была великолепная личность, и вот после этого случая мой авторитет в Охолцихе резко поднялся. Я и потом приезжал, когда стал замполитом полка, меня в школу приглашали. Потом, когда стал начальником политотдела, тоже в русскую школу приглашали. Какое отношение в Охолцихской школе было к ученикам, вернувшимся с фронта? О, это было такое отношение, что тут надо остановиться. Когда я после войны пришел туда в первый раз, младший сержант на большую перемену попал, это был конец ноября, и среди учеников поднялся крик, мол, Григорян приехал. Ведь нас уехало в тот призов 50 человек, а выжило только 13. И первое, что я увидел, это были фотографии учеников нашей школы, которые с 1941 по 1945 год погибли на фронте. Там была и фотография моего брата. Был учитель физики Мампре Ильич, и была учительница географии. Я был у нее лучшим учеником по физике троечникам. Но они, увидев меня, так обрадовались. И ученики все собрались. И восьми, и десяти. И тогда уже ввели одиннадцатый класс. Они тоже подбежали. Меня поздравляют, обнимаются. Ведь перемена пятнадцать-двадцать минут. Спрашивают, ты кого-нибудь узнаешь? Конечно. Вот стоит мой друг, велик Мурадов, еще какие-то фамилии назвал. И я говорю одно. Мне интересно, где здесь Лиза Дерибаш? Выходит, небольшого роста красивая девочка. Я ее спрашиваю, вы Лиза Дерибаш? Да. Это вы написали мне два письма, когда я воевал в Будапеште, и стихотворение посвятили? Да. Вы мне тогда так здорово помогли, хотя я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш, потому что ваша фамилия переводится с турецкого, как сумасшедшая голова. Она смеется и говорит, да. И еще в группе стояла такая красивая девочка, черноглазая, лицо такое. Я сперва подумал, что это она, Лиза. И я вот засмотрелся на ту черноглазую, и тут мампри говорит, у меня сейчас урок в двух классах, я сейчас попрошу прийти и третий класс, чтобы ученики с девятого по одиннадцатый. Все придут, мы сделаем урок воспоминаний. Я вошел, три человека сидят за партой, мне дали стул, и я рассказал, как наши ребята воевали, кто погиб. Царцвадзе, Барингольц и другие. Обо всех них рассказал. И еще раз при всех поблагодарил Лизу Дерибаш за то великолепное стихотворение, которое она мне посвятила. Помню, там такое место. Вас дразнили иногда в Ахалцихе друзья, азад, азад, шагай назад, но вышли только вперед и вперед. И я, когда все это рассказал, вообще в этом возрасте ученики не очень слушают, но тут звонок прозвенел через сорок пять минут, а они все сидели и слушали меня. Это было другое поколение. Потом я узнал поближе этих девочек, потому что они меня пригласили домой на вечер к одной однокласснице. Мне было неудобно, но они очень просили. И была там эта черноглазая, Светлана Рожновская, мать местная, армянка, отец поляк, редактор газеты. Он был в это время в Порт-Артуре, в Забайкальской фронтовой газете, ведь как раз закончилась война. Я сижу на вечере, все танцуют, и вдруг Светлана подсела ко мне и спрашивает, не соглашусь ли потанцевать. Потанцевали, играли блюз, это моя любимая вещь. Оказалось, что Светлане также такая музыка очень нравится. Долго танцевали, потом мы в нарды сыграли, девчонке какое-то стихотворение рассказали. Вообще, мы были очень эрудированными детьми. Она мне очень понравилась, но тут подходит парень и говорит, Светлана, одевайся, уже поздно, а то мама ругать будет. Ну, что ты будешь делать? Я уже думал, что буду ее провожать, что ж, оделись и все выходим. Но перед этим ко мне подошла Лиза Дерибаш и говорит, Я заметила, Азат, как ты со Светланой танцевал. Не влюбился ли? Да, она мне очень понравилась. Хочешь, встречу устрою? Как? Мы будем идти на улице, если она согласится, то я крикну по-армянски Ха! В переводе да. Если нет, тогда крикну Че. В переводе нет. Хорошо. Кстати, на мне был одет гражданский костюм, который я прислал из Австрии, и солдатская шинель. То есть выглядел, как Грушницкий из княжной мэри. И представляете, Лиза крикнула Ха! И наша встреча со Светланой длилась с 12 ночи до 5 часов утра. Осталась в моей памяти до сих пор. Это была моя первая любовь, которая закончилась тем, что она уехала в Арджиникидзе, я в училище. Ее мама, узнав о нашей встрече, категорически возражала и не хотела, потому что, ну, кто я такой? Матери нет. Но в Горьком я встретил свою Нижегородскую Верочку. Мы с ней прожили 60 лет. После Вены мы в сильных боях не участвовали, потому что немцы старались убежать от советской армии туда, к американцам, через австрийские Альпы. В Вене на окраине мы обосновались вся бригада. Город, кстати, не был сильно разрушен, но одна или две бомбы упали на знаменитый венский оперный театр, на купол. Я же музыкант в детстве, мне интересно, и я другу говорю, мол, пойдем посмотрим. Приходим, купол разрушен, но разрушений сильных не было, в целом здание хорошо сохранилось. Думал я, что же мне на память оставить? В итоге отрезал бархатку и в карман положил. Куда она потом делась, до сих пор не знаю. Конец войны. Виннер-Нойтштадт. 1945 год. В Вене мы стояли недели полторы. Кстати, стояли в эсэсовских казармах. Ничего там не указывал на прежних хозяев. Наши квартирьеры все заранее посрывали к черту, когда готовили казармы для нас. И в это время мы посетили могилу Штрауса. Официально начальник политотдела приказал всем батальонам солдат привезти на могилу великого австрийского композитора. А потом мы пошли дальше, в город Виннер-Нойтштадт. В итоге обосновались там. Это было конец апреля, начало мая 1945 года. Город абсолютно не был разрушен, и от него уже пошли Альпы. Нашей роте дали трехэтажный коттедж, мы обосновались. Ростика забрали в управление батальона, а мы с Юркой Поплавским так вместе в одном взводе. Свободно себя чувствуем, ходим по населенному пункту, и было где-то 8 мая, мы спим, отдыхаем, но вооружены. Все как полагается. У Юрки Поплавского даже пистолет был, он его где-то у немцев нашел и спрятал. Ни мне, никому не говорил. И вдруг в час ночи командир рота кричит, тревога, занять круговую оборону. В чем дело, спрашиваем мы. Наверное, отвечает взводный, власовцы сюда прорвались. Этого еще не хватало. Мы заняли круговую оборону, я приготовил гранаты. Юрка говорит, вот елки зеленые, ведь скоро конец войны, а эти собаки прорвались. Тем временем стрельба все ближе, ближе, били, били, и вдруг бежит солдат в 2 часа ночи и кричит, товарищ капитан, победа, заключили мир. Боже, как мы начали стрелять. Юрка Поплавский от радости, он же здоровый такой был, даже гранату взял и бросил метров на 100. Командир роты бегает между нами и орет, прекратить стрельбу, сволочи, что вы делаете, своих же побьете. Но мы стреляли до тех пор, пока не осталось патронов в диске автомата. Так что я закончил войну младшим сержантом, командиром саперного отделения 60-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 12-й Мелитопольской орденов Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и Красной Звезды штурмовой инженерно-саперной бригады. Из Австрии домой. 1945 год. И вот тут нас посадили на машины и привезли в австрийские Альпы в городок Лиобен. Там демонтировали металлургический завод, мы охраняли, а немцы в это время демонтировали. Я заметил, даже большие блюминги снимали. И стояли огромные ящики, куда все складывали. Помню, что на них было написано Днепропетровск. Союзниками довелось встречаться? Да, уже после окончания войны мне в Австрии пришлось видеться с англичанами. Мы стояли как раз в городе Лиобен, как вдруг по тревоге приостановили всякую работу, нас же посадили на машины и повезли дальше к английской зоне. Мы остановились, вышли, смотрим, подъехала колонна английских машин, оттуда вышли шоферы, очень дисциплинированно встали около машин. А мы с оружием стоим, смотрим на все и недоумеваем, в чем же дело. Оказывается, они привезли наших советских людей, которые возвращались на родину из Германии. Мы попытались пообщаться с англичанами, но ничего не получилось. Это были очень суровые, немногословные, высокомерные люди. Нас это удивило, потому что рассказывали, что американцы были крайне дружелюбны с нами, вручали нам подарки туда-сюда. А мы готовы были им даже звездочки дать, но они как будто не видели нас. Это всех удивило. Даже странно было то, что англичане не разрешили общаться нам с привезенными советскими гражданами. Были там какие-то мероприятия по передаче, дали команду, англичане поехали на сборный пункт, там наших посадили на железнодорожные вагоны и отправили в Советский Союз. Вот такая получилась встреча. Какое на вас впечатление произвели первые столкновения с немцами на войне. Немцы воевали, притом воевали здорово против нас, и они очень дисциплинированы. На фронте они дрались сильно. Но вот был случай под большим такмаком, что один немец сдался, он пришел в плен, что интересно, одетый во френч, но без ремня почему-то, в сапогах. Он был не рыжий, не блондин, а такой шатен. И слушайте, довольный, что он в плен сдался, все смеялся, как мы его кормили, он уже и кушать не может. Все, Данкишон, Данкишон. Нас тогда гвардейцев хорошо кормили. А вот по первым убитым помню, когда я видел того здоровенного рыжего немца, я вам уже рассказывал, и там же многих видел, когда я из пулемета стрелял, я их хорошо разглядел в прицел. И когда мы проходили это место, там лежало человек 10 немцев. Я их видел, тех самых, кого стрелял. Из немцев процентов 50 были рыжие, остальные нет. Почему-то в моем сознании все немцы до сих пор рыжие. Как вы лично относились к немцам? Вообще, в школе с пятого класса мы изучали немецкий язык, и у нас была учительница Анна Густавовна Пеффер, в переводе перец, красавица, ей было лет 20, замужем за грузином. Когда она пришла в наш класс, мы ее встретили в штыки. Пятый класс, вроде с немцами ничего тогда не было, но я не знаю. Тогда она подключила мужа, и наиболее рьяных наших противников, в том числе меня, Акопова Павлика, и еще четверых или пятерых, мы бузили сильно, не хотели учиться. Она нас пригласила домой к себе. И вместе с мужем настолько мы интересно проводили вечера, чай, еще что-то такое легкое. Потом один раз она дала мне шесть рублей, и я пошел и купил три килограмма мяса. Мы сделали шашлыки в горах. Боже, как там было интересно. С этого момента в пятом-седьмом классах мы свободно говорили на немецком языке. Почему? Анна Гостовна нам сказала, я не хочу учить вас грамматике, ну что вам, перфект или сон перфект и инфинитив, все это вам не нужно. Давайте я вас научу разговорному языку, чтобы вы могли правильно произносить слова и общаться. И вы знаете, мне так понравился немецкий язык, она рассказывала нам сказки немецкие, это было очень интересно. Потом, когда началась война, ее арестовали, хотя у нее был маленький ребенок и где-то в 1947 году мой друг Вирабов Сергей, который учился в Белисси в институте, встретил ее мужа с семилетней девочкой. Он его узнал и говорит, извините, пожалуйста, не вы ли муж Анны Густавовны Пфеффер? Он так привстал, посмотрел на моего друга и резко ответил, Анна Пфеффер враг народа и пошел, то есть он испугался, понимаешь, так он ее и не дождался. И Война закончилась Виннернойтштадт 1945 год Я очень много читал, в том числе о Бетховене. Мы знали, что это немец. Потом для нас личностью был Эрнст Тельман. И тут в 1941 году погиб мой брат. Я узнал о зверствах фашистов и так далее. У меня до сих пор двойное чувство. С одной стороны, я стал политработником, хорошо знаю историю и литературу, но я не могу понять, как такой народ, столь одаренный во многих сферах, делал такие вещи. После войны я семь лет служил в Германии замполитом дивизиона. И вот как-то ко мне подходит замполит дивизиона и говорит Григорян, я слышал, что ты неплохо говоришь по-немецки. Да что там, хватает разве что пойти в магазин и пообщаться с продавцом, не больше. Да нет, не прибедняйся, я уже знаю, что у тебя и произношения хорошие, и туда-сюда. Я уезжаю, будешь выступать перед немецким партактивом и руководством города Рудольфштадт. И я очень хотел бы, чтобы ты выступил на немецком языке. Но как? У меня нет таких глубоких знаний. Ничего, напиши на русском языке, мы передадим нашей переводчице Эльзе, она переведет, а ты только будешь читать. Я все написал, отдал ей, она два года жила в Калининградской области и прекрасно научилась говорить по-русски, вот перевела мой текст и говорит, два дня потренируйтесь, а потом я посмотрю, как вы говорите. На немецком языке написала текст, и вот я пришел говорить. И когда я прочитал, она встала и говорит, о, майн гот, я не могу сказать, что это читал армянин, это читал немец, у вас блестящее тюрингское произношение. Я столько лет прослужил в Тюрингии, что впитал местные обороты. И вот проходит торжественное собрание, посвященное 40-летию революции в Баварии. Меня представили как Хаутмана, то есть капитана Григоряна, я иду к трибуне, от предложенного переводчика отказался. Сел, вот так положил руки, передо мной сидит 300 человек, весь актив города и один старый немецкий коммунист вместе с сыном, ему 85 лет, он неплохо говорил по-русски, так как гражданскую войну воевал на нашей стороне и женат был на русской. Потом вернулся в Германию, в эту войну его по старости в армию не взяли. Я стал говорить с трибуны, так посмотрел на аудиторию, она смолкла, абсолютная тишина. Я текст не читал, я говорил. Все наизусть выучил и начал. Либер фройнде и пошел. Какая тишина, как немцы меня слушали, ведь они просто так не приходят. У них были столики по 8-9 человек, перед каждым сосиски, везде пиво и еще что-то такое. В середине я настолько увлекся правильным произношением, что совершенно забыл, о чем говорю, и вот гром аплодисментов. Я остановился, думая, в чем дело. Оказывается, в этом месте я приветствовал старого немецкого коммуниста, который здесь сидит. Они сели, встали, сели, и опять я начал. Либер фройнде. И дальше. Вот когда я начал, да здравствует демократическая республика, да здравствует социал-демократическая партия Германии, все встали, слушай, полторы минуты аплодисменты были. Я, когда сел, вынужден был встать из-за стола президиума, так как все продолжали стоять. Вот тогда я подумал, до чего было глупо, что нам не разрешают общаться с немцами. А ведь действительно, прямо запрещали общение нам. Бывает, вместе с немцами в кинотеатр сходишь, и сразу разборку устраивают командиры. Я пригласил для своей дочери, немку, преподавательницы игры на фортепиано. Замполит полка меня вызывает и говорит, слушай, мне тут начальник особого отдела полка доложил, что у вас в доме появилась немка. Это что такое? Она же учитель музыки. Прекрати, Григориан, прекрати. Хорошо. Когда я сказал немке, что она больше не может преподавать, она была так расстроена, понимаешь? Но когда я был на фронте, я должен был отомстить за брата, который защищал Москву. Какое отношение в войсках было к партии, Сталину? Потрясающее. Патриотизм у нас был удивительный. В роте Стрелковой было до 90% коммунистов и комсомольцев. Остальные пожилые люди, которые в комсомольцы не годились, а коммунистами не стали. И начиная со школьной скамьи, мы знали, кто такой был Чапаев, Фурманов. Мы хорошо знали произведения Николая Островского, зачитывались ими, особенно героизм в гражданскую войну. Многие из нас были ворошиловскими стрелками. Я уж не говорю о сдаче норм на значок ГТО, а девочек было ГСО, то есть готово к санитарной обороне. Сталин был для нас величайшим авторитетом. И когда мы поднимались в атаку, то нет-нет, да и кричали за родину, за Сталина. Хотя были случаи, когда кричали славяне. И знаете, все поднимались, ведь для нас славяне означало все. Армяне, грузины, русские, белорусы. Это был наш общий призыв к атаке. Было ли вам когда-то что-то известно о больших потерях в Красной Армии? Да, я, например, знал. Многие знали. Я же знал, потому что мой друг Погребицкий Марек, у него отец был еврей, начальник связи дивизии, и вот вся дивизия попала в окружение под Харьковом, кто в плен попал или убит был. Также из выступлений наших офицеров мы слышали, что это вам не 1941 год, когда мы миллионы потеряли. И мы знали, что под Сталинградом пусть 330 тысяч было окружено, но наши же потери были не меньше. Мы это знали. Какое было отношение в войсках к старшим офицерам, командующим армиями, фронтами? Вообще, этот командный состав для нас был особенно любим еще и потому, что одним из них был Баграмян. Мы гордились нашим командующим. Мы не знали, как Кирпонос погиб, что Баграмян остался жив и вышел из окружения, что его понизили в должности. Он был известен нам тогда, когда уже был командиром армии, затем командующим фронтом. Кстати, всех командующих фронтов мы, солдаты, знали пофамильно, даже начальников штабов многих знали. Как складывались взаимоотношения с мирным населением в освобожденных странах? В Румынии никаких улыбок нам не было. В Болгарии все население как будто вышло встречать. В Югославии, кроме того, что встречать умели, они голодали, немцы тут свое черное дело сделали и все равно делились всем. У них в глазах в разговоре чувствовала славянская душа. Венгры нет, тихо все, только в некоторых домах висели белые флаги. А вот в Австрии не было дома, чтобы не висело белого флага. Так что у нас в Советском Союзе ведь не было ни одного белого флага, истории такого не знают. Посылали ли посылки домой из Германии? Да, я посылал из Венгрии и Австрии. Первое время дали разрешение офицерам, но через месяц на солдат распространили. Мне, как солдату, разрешили четыре килограмма, офицерам восемь. Я могу сказать, что послал. В Будапеште я увидел чулочную фабрику и рванулся туда. Шелковые чулки нашел, взял полную коробку чулок и набил. Тут приходит Сашка Шалохин и говорит, слушай, ты знаешь, я в одну комнату зашел, а там увидел две лисицы, Чернобурка и Рыжая. Слушай, дай мне шелковых чулок, а я тебе лисицу отдам. Рыжая самая дорогая, я ее себе беру. На то мы договорились, но оказалось, все наоборот, я послал посылку домой и моя мать сменяла эту Чернобурку на 15 тысяч рублей, хотя та стоила все 30 тысяч и неплохо питалась. Кстати, и чулки она тоже продавала. Себе я костюм послал из Австрии, из Вены. Вот трофеи мы собирали не сильно. Идем, к примеру, я помню, на окраине Вены жили зажиточные австрийцы. Хотя они и назывались австрийцами, но были, по сути, теми же немцами, только язык имел небольшие различия. Так вот, вошел в одну комнату, там висят фотографии, и я понял, что это известный кинокомик. Я узнал лицо. Он бежал, конечно, все оставил. Я померил в гардеробе черный костюм, как раз по мне, шикарный, такой материал, второй серого цвета, тоже забрал. Вот это и была вторая посылка. Там же и была и шелковая вязаная шаль тонкой работы, которую я забрал там же. Все послал матери. Вообще, еще одна была посылка, всего три. Что было самым страшным на фронте? Для меня бомбежка авиации, я не мог привыкнуть. Я привык к артобстрелу, даже к атаке, ко всему, но когда летит самолет, и я вижу, что летят бомбы, я мог уже определить, попадут они рядом или нет. И звук, немцы очень часто бросали небольшие пустые бочки с дырочками, они издавали дикий звук. На меня этот психологический прием сильно действовал. И потом, когда я был ранен в первый раз, оторвало руку мужику, как раз из-за авиационных бомб. Честно говоря, к авиационным налетам многие у нас в части не могли привыкнуть. Наших убитых как хоронили? Если была возможность, то нормально, как мы хоронили моего друга, Таирова Мамеда. Но если ее не было, мы шли вперед, то оставляли их, хоронили те, кто шел за нами, и, наконец, у нас были специальные похоронные команды. Это был минус нашей жизни, это было плохо. Как мылись, стирались? Во-первых, чаще всего самостоятельно. В ручье раз и быстренько выстирал портянку, мыло всегда было, два куска у каждого вещь в мешке, я хоронил это. Подошли, час есть время, быстро перекусил и сразу стирать, обмундирование вымыл. В шине левши были и очень часто, но помогала идея с бинтом, причем нас даже не ругали, что часто используем, взял новый пакет в санчасти, да и все. И были специальные банно-прачечные армейские комбинаты. Нам, к примеру, организовывали такой день на Сиваше. Выдавался ли сухпайок? Да, в него входил хлеб. Кстати, у немцев хлеб в сухпайке хранился в полиэтиленовом пакете высушенный, но до чего невкусный, кошмар какой-то. Мы такие буханки в окопах находили у немцев. Сыр у них был, как у нас были тюбики из подзубной пасты, а в них, в таких тюбиках, хранился сыр. У нас же с хлебом иногда сало давали. Правда, редко, тут все зависело от того, насколько старшина умела это дело доставать. Давали иногда наши консервы, но чаще, к счастью, американские. Наши были не очень жирные и костей много, не то. Американские банки были квадратные, полкилограммовые. Такую одну на двоих давали, а круглые с 250 граммами давали на одного человека. Селедку давали, чай, сахар, махорку. Махорку я всегда отдавал другим, не курил. Интервью и литературная обработка Юрий Трифонов Конец пятой части Читал Олег Лобанов